Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами поговорим о варваре, который будет играть с этим мощь земли и наносить урон с помощью умения землетрясения. Сейчас этот варвар является одним из лучших среди варваров, у него довольно-таки не сложный гейплей, а главное он интересный, ну и с помощью него можно закрывать довольно-таки высокие порталы. Ну и если вы, дорогие друзья, хотите поиграть за варвара и попробовать что-то новенькое, чем вы раньше, допустим, не играли, то я вам могу порекомендовать вот этот вот билд. Ну и если он вам интересен, то давайте разберемся как с ним, так с его экипировкой. Поехали! Итак, для начала нам потребуется сет мощь земли, который состоит из шести приметов. Это перчатки, наплечники, головной убор, ботинки, броня, ну а также штаны. И как только сет мы на себя надеваем, у нас запускаются все три его бонуса. Благодаря первому бонусу мы будем быстрее откатывать наше умение землетрясения, а также наше умение удар в прыжке, как только будем расходовать 30 единиц ярости. И откат будет ускоряться на одну секунду. Благодаря второму бонусу мы будем вызывать срабатывание землетрясения, как только будем использовать умение удар в прыжке. Ну и естественно, в той точке, куда варвар приземлится. Кроме того, удар в прыжке будет оснащен уроны железного сотрясения, и эффект будет усиливаться. Другими словами, это нам будет даровать дополнительную защиту. Но как раз таки, благодаря последнему третьему бонусу, мы будем повышать свой урон от умения землетрясения. Второй сайт берем оплотводы, для того, чтобы увеличить свой урон на 50% от каждого из умений, которые расходуют ресурсы, а также которые накапливают ресурсы. То есть по 50% за каждое умение. Тут еще хотелось бы отметить, что данный баф мультипликативен. То есть суммарно мы свой урон увеличиваем не на 100%, а на 125. Но это так, небольшая ремарка или по скрипту, мало ли кто не знал. Или попросту прочитал, но забыл. Главное, имейте ввиду. На шею мы вешаем амулет Асквопламени, чтобы заручиться дополнительной пятой посеткой. Наручи древние защитники парты будут бафать нашу стойкость. Клинок легендарного племени, он будет бафать наше умение землетрясения. А также вызывать его срабатывание при двух криках. Воинственный клич, а также угрожающий крик. Пояс времени великанов будет тоже бафать наше умение землетрясения. Что касается куба, то в оружии мы берем горнил для увеличения урона по элитке. В броне у нас находятся ботинки, чулки лута. Для того, чтобы мы чаще использовали удар в прыжке. Но в качестве бижутерии, возможно, два варианта. Или кольцо собрания стихий, для того, чтобы раз в 16 секунд мы могли увеличить урон от огня на 200%. Или же кольцо силы, для того, чтобы оно нам бафало нашу стойкость на 60%. То есть если у вас со стойкостью все хорошо, конечно же берите собрание стихий. Если хромает, то берите кольцо пустоты. Тут кому что выгоднее, тот то и берет. Теперь что касается нароливания в приметах. Так как основной урон мы будем наносить с помощью умения землетрясения, поэтому увеличение урона от данного умения надо наролить, где это только возможно. В данном случае это мы можем сделать в нашей броне, а также в наших плечах. Кроме того, неплохо было бы наролить себе такой показатель, как увеличение урона по области. Так что если у вас такая возможность есть, ролите его где только угодно. Это плечи, перчатка, кольца, оружие. Ну и конечно же в парагоне. Еще не такой немаловажный момент, что в вашем поясе, а также в вашем оружии, в авторичном аффиксе должен быть такой показатель, как увеличение ярости. Чем больше ярости, тем нам это выгоднее. Также конечно же в парагоне, когда будете качаться, желательно в своих первых характеристиках качать по максимуму все в ярости. Зачем, я вам расскажу чуть позже. Ну и так как нас интересуют стихии огня, то в нашем амулете, а также в наших наручах, желательно увеличить себе урон от огня, конечно же. Ну и самоцветок мы используем в проклятии плененных, а также в проклятии пораженных для увеличения своего урона. И эзотерическую трансформацию для увеличения своей стойкости. Так-так-так-так, ну вроде по предметам мы все разобрали, теперь давайте перейдем к нашим умениям. И начнем мы как всегда с пассивочек. Первое это мощь земли. Она нам будет помогать накапливать нашу ярость, когда мы будем использовать умения землетрясения. Ободряющий пример будет нас выхиливать, а также удваивать время действия криков. Буйство будет увеличивать наш урон, как и в принципе посевочка стерлинения. Амила с Булукатаса будет помогать нам быстрее отказывать нашу умения Берсерка, а также землетрясения. Теперь давайте разберемся с нашими активными умениями, и первое это конечно же сейсмический удар. Вот как раз таки вы видите, как изменилась руна Горхотания. Конечно же мы ее и используем. То есть теперь когда мы будем применять нашу умения сейсмический удар, мы будем моментально тратить нашу всю ярость. Какой баф это умение не дает, нам в принципе совсем не важно. Потому что этим умением мы вообще наносить урон никакой не будем. А с помощью него мы будем откатывать наши умения, как удар прыжки, а также землетрясения, благодаря нашему первому бонусу из сета земли. А также благодаря поясу мы будем бафить свой урон от землетрясения. Так что это мы умение используем чисто для того, чтобы откатывать наши навыки. И вот для этого как раз таки нам надо, где это только возможно, поднять свою ярость. Чем больше у нас будет ярость, тем быстрее мы откатим свои умения. Как землетрясения, так и удар прыжки. Далее умение удар прыжки, с руной смерть с небес. Этим умением мы будем перемещаться по карте. Также будем бафать свою стойкость, благодаря внутренней руне, а также благодаря бонусу от древних защитников парты. Угрожающий крик с руной замешательства. Во-первых, он будет вызывать землетрясение срабатывания, а во-вторых, будет бафать нам урон. Воистный клич с руной предупреждения ветерана будет тоже бафать нашу стойкость, а также вызывать срабатывание землетрясения. Землетрясением с руной кипящей лавы мы, конечно же, будем наносить наш основной урон, но умением гнев берсерка с руной безумия, мы этот урон тоже будем бафать. Ну это все, что касается билда, а теперь давайте разберемся с нашим геймплеем. Итак, что касается выживания, то когда мы будем двигаться, точнее прыгать, мы будем как раз таки нашу стойкость бафать. То есть, во-первых, после каждого прыжка наш показатель брони будет возрастать, а если мы будем прыгать в толпу противников, то со стопроцентной вероятностью мы их будем оглушать. А вот как раз таки за каждого оглушенного противника в моем случае я буду получать на 10% меньше урона. Также воинственный клич нас будет бафать, то есть поднимать показатель брони на 20%, а также увеличить вероятность уклонения на 30%. Но если вы выберете место кольца собрания стихии кольцо силы, то тоже ваша стойкость будет после каждого прыжка расти на 60%. Точнее на 6% вы будете получать меньше урона. Но это все, что касается бафов нашей стойкости. Ну а теперь давайте разберемся, как вообще будем наносить урон. То есть, если вы будете использовать кольцо собрания стихии, то раз в 16 секунд мы будем бафать свой урон от огня на 200%. Также, как я говорил, на 125% будет увеличиваться урон от сета от воли. И тут наши два умения, которые будут запускать данный баф. Это первое, это удар прыжки. То есть, это умение постоянно будет накапливать наш ресурс. А второе умение, которое будет расходовать наш ресурс, это сейсмический удар. А эти два умения в данном гейплее мы будем постоянно использовать. Использовать мы как раз таки будем в этот короткий промежуток, в эти 5 секунд. Потому что в течение этого времени как раз таки совершаются три удара в прыжке. А после это умение надо, конечно же, откатывать. А откатить это умение мы можем только сейсмическим ударом. Тут хотел бы еще такой момент уточнить, а то мало ли скажете, я вас дезинформирую. То есть, мы не самим ударом в прыжке накапливаем нашу ярость, а с помощью умения землетрясения. Потому что напоминаю, что один из бонусов нашего сета гласит, что как только мы используем удар в прыжке, сразу срабатывает землетрясение. А мы еще, напоминаю, используем посевочку мощь земли. Она в свое время дает возможность землетрясению накапливать 30 единиц ярости. Так что через такую сложную цепочку получается, что мы удар на прыжке накапливаем нашу ярость. То есть, мы три удара в прыжке сделали, все, прожимаем наш умение сейсмический удар. Также хотел бы отметить, что продуктивно откатывался в наш умение удар в прыжке, нам надо, чтобы наша банка ярости была практически на максимальном значении. Потому что чем больше ярости, тем быстрее мы откатим свое умение. У меня ярость составляет 183 единицы. Это хороший показатель, это значит, что наши все два умения, как удар в прыжке, так и землетрясение, после каждого применения сейсмического удара будет откатываться на 6 секунд быстрее. Далее мы совершаем три прыжка и наша ярость опять накапливается. Но после использования данного умения, ярость не будет на максимальном значении. И чтобы наше умение сейсмический удар работало более продуктивнее, то есть сразу моментально откатывало наше умение удар в прыжке, нам надо, чтобы наша банка ярости в момент использования сейсмического удара была на максимальном значении. То есть, как мы этого можем добиться? То есть, мы три раза прыгнули, наша банка наполнилась денег на процентов 70. А далее мы прожимаем один из наших криков, любое, в принципе, не важно. Если рядом с нами находятся противники, то можно, конечно же, использовать замешательства. Во-первых, мы сами себе увеличиваем урон. То есть, по этим противникам мы будем наносить на 25 процентов больше урона. А что самое главное, мы заполним нашу банку ярости. Далее мы моментально используем наш умение сейсмический удар. Наш удар в прыжке откатывается, может даже землетрясение успеет откатиться. И мы опять по этим противникам прыгаем, прыгаем и прожимаем наше умение подкату землетрясения. Землетрясение будет сами прокастовываться, когда мы будем использовать удар в прыжке, а также наши два крика. Ну и кроме того, самому подкату тоже будет прожиматься. Точнее не само, а вы его будете прожимать. Также земля под противниками будет полыхать постоянно. Так что такую связочку, как удар в прыжке, а также эсмический удар нам надо использовать постоянно. Для того, чтобы бафать свою стойкость, а также откатывать умение удар в прыжке. То есть с этим мы разобрались, и я думаю понятно, как работает данная связочка. То есть три раза прыгнули, один крик поражали, эсмический удар прокастовали. Далее опять три раза прыгнули, другой уже крик поражали, эсмический удар прокастовали. И так далее, и так далее, и так далее. И по откату прожимаю, конечно же, умение землетрясения. С элитными противниками желательно, конечно же, воевать под берсерком. Он, к сожалению, никак не откатывается, только чуть-чуть быстрее откатывается благодаря своей пассивочке. Точнее, не своей, а той пассивочке, которую мы выбираем. Милос Булкатаса. Так что где это не надо, в состоянии берсерка лучше не входить. Лучше его припасти до битвы с элитными противниками, ну или до босса. Но на боссе сделано всё то же самое. Прыгаем, 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 прожимаем наши крики, атакуем системическим ударом, прожимаем наше землетрясение и работаем всё по тому же алгоритму. Также хочу напомнить, что у нашего прислужника должно находиться такое колечко, как перстень ока. И когда мы будем кого-то убивать, на земле будут появляться такие оранжевые области силы. И вот как раз таки, когда мы будем находиться в этих пластях, мы будем выдавать, в моём случае, на 85% больше урона. Так что если вы эту область видите, туда лучше прыгать. И прыгать лучше постоянно в ней, пока эта область работает, потому что область поражения и землетрясения довольно-таки большая. И по-любому все партийники будут поражены, а вы тем самым в этот момент будете наносить больше урона. Ну что ж, на этом моменте я, наверное, своё видео буду заканчивать, и я надеюсь, оно было для вас полезным. Как всегда, благодарю вас за внимание и за просмотр, ну и желаю удачи в сезонном пахале! Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать всё новое и новое интересное видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!